В разгар новогодних каникул сразу 48 горожан получили от Международного аэропорта Брянск настоящий новогодний подарок. Возможность прямо из Брянска слетать на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Возвращение первого такого рейса вместе с генеральным директором Международного аэропорта Брянск Ильей Рахвадзе встречала и наша съемочная группа. Самолет прибыл точно по расписанию. Несмотря на небольшой дождь и наступившую темноту, Як-42 легко сел на подготовленную полосу и подрулил к зданию аэровокзала. Среди встречающих был замечен и генеральный директор Международного аэропорта Брянск Илья Рахвадзе. Для него этот рейс стал первой ласточкой в большом авиационном будущем Брянского аэропорта. К сожалению, очень хотелось, но мы не смогли продать нашим партнерам полный объем продаж, поскольку там 104 кресла, а там всего 48 пассажиров. Но я думаю, что это та искра, которая позволит брянским туристам, брянским пассажирам в дальнейшем летать из Брянска, не опасаясь, невзирая на то, что вылетим мы или не вылетим из Брянска. И все-таки все перелеты, которые от меня будем осуществлять из Брянского аэропорта, будут осуществляться, надеюсь, напрямую. И все-таки такой момент, все-таки было заявлено два рейса, 26 декабря и 3. 27 декабря и 3. Что же произошло с первым? Ничего не произошло, просто это я не буду называть компанию, которая решила все-таки лететь из Москвы, поскольку в основном были московские пассажиры. И понятное дело, что опять же все то же самое, неполная загрузка, но первый рейс 27 декабря улетел из Москвы, а второй рейс 3 января мы уже осуществили из Брянска. Со вторым рейсом все получилось, как и было задумано. Туристы улетели вовремя и вернулись к точно обозначенному сроку. Очень приятно получилось, нормально. Приятно, что не надо лететь в Москву, ехать в Москву. Там что-то, ну, вышел с дома, сел в такси, в Брянс приехал и улетел. Единственное там минус, пересадка была в этом, в Саратове, до заправки или как, и все. Впрочем, все нормально, все гладко прошло. Прилетели живы-здоровы, отдохнули нормально. Мои впечатления хорошо, в отдыхе очень хорошие впечатления. Взлетели мы тоже хорошо, в Саратове сели без всяких проблем. Единственное, что немного долго у нас была регистрация, как бы рейс немного задержали. А так, в принципе, все прошло хорошо. Перелет был нормальный, все хорошо. Я хочу заверить всех, что из Брянска тоже никаких отмен не будет. И независимо от того, сколько наши партнеры и наши туроператоры продали мест, независимо от этого, Брянский аэропорт будет подключаться к этим проблемам и осуществлять полеты из аэропорта Брянска напрямую. В Брянском международном аэропорту очень надеются, что рейс Брянск-Дубай станет началом большой авиационной программы для нашего туриста. Сегодня регулярный рейс Брянск-Санкт-Петербург уже надежно связал два российских города. Теперь задача выйти на международную арену. 7 марта начнем осуществлять перелеты по направлению Египет, это Хургада, раз в неделю. Дальше мы опять же в течение февраля добавим Шармель-Шейх. Далее, с марта месяца, я очень надеюсь, что все-таки наши партнеры не подведут и начнут перелеты по направлению Риммини. Это Италия, Риммини, Верона, Стамбул. И, соответственно, дальше уже подкрутятся все летние направления, которые у нас контракты имеются уже на руках. Это Анталия, три раза в неделю, это Салоники, это Корфу, это Ираклион. К разгару туристического сезона 2014 года в международном аэропорту Брянск намерены освоить 11 самых популярных направлений прямых перелетов для зарубежного отдыха. Отдельно нужно сказать о Стамбуле, куда планируют организовать регулярные рейсы из Брянска, а оттуда можно будет улететь в любую точку мира. Алексей Исипенко, Григорий Стебихов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.